Дамы и господа, добро пожаловать на обзор нового снэпшота 22w44a, который относит нас к версии Майнкрафта 1.20 под названием «Безымянные обновления». Снэпшот пока что крайне маленький, ничего нового в нём не добавили, только изменили уже существующие вещи, но всё-таки советую Вам его посмотреть до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, и два раза нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. Погнали! И первым делом давайте я Вам продемонстрирую новые звуки, которые добавили разработчики в Майнкрафт. Дамы и господа, которые добавили в Майнкрафт. Иминги, которые добавляли, использовать Aspёнки, которые добавили в Майнкрафт. Дамы и господа, которые добавили в Майнкрафт. В этом снапшоте также добавили новые игровые правила. Их можно включить при создании нового мира, вот в разделе «Игровые правила». Они расположены в разных секциях, будь то выпадение ресурсов, обновление мира, разное, про них я Вам сейчас расскажу. Так и при помощи команд в обычном мире. Первая под названием «Global Sounds Events». По умолчанию она включена. Эта команда отвечает за определённые игровые события. Например, когда спавнится новый босс на сервере, условно визор, то звук слышен везде, и иногда на серверах это может раздражать. Меня это лично раздражает, потому что в основном это всегда неожиданно, и каждый раз ты просто получаешь скример. Следующая команда «Water Source Conversion», которая отвечает за превращение воды в источник. Грубо говоря, когда текущая вода окружена источниками воды с двух сторон, то она превращается в источник. По умолчанию она всегда включена. Грубо говоря, это команда отвечающая за бесконечные источники воды в Майнкрафте. Если её отключить, то тогда вы не сможете создать бесконечный источник воды. Вот так всё просто. Следующее игровое правило очень похоже на предыдущее. «Lava Source Conversion». Вот уже она отвечает за превращение лавы в источник. По умолчанию она в игре выключена, то есть мы не можем создать при помощи двух ведер лавы бесконечный источник. А теперь, если вы её включите, то вы сможете его создать. То, о чем мы так долго просили у разработчиков Майнкрафта, теперь оно есть при помощи отдельного игрового правила. Спасибо! Затем Snow Accumulation Hay, что в переводе высота накопления снега. В зависимости от значения, которое вы выберете. По умолчанию это один. Если поставите ноль, то падающий снег вообще не будет создавать никакие слои снега. Если поставите восемь или выше, то тогда сможете получать полноценные снежные блоки. И даже больше, чем блоки. Это прикольно. Следующие три игровые правила, они грубо говоря друг на друга похожи. Блок Explosion Drop Decay, Mob Explosion Drop Decay и TNT Explosion Drop Decay. Сколько выпавших блоков будут разрушены после определенных взрывов. То есть обычные взрывы, взрывы от мобов, ну и взрывы от TNT. Если поставить значение false для каждого из правил, то все разрушенные блоки будут выпадать в виде предметов, который вы можете потом забрать. Если поставить true, то определенное количество блоков будет выпадать, а другие будут просто уничтожаться, в зависимости от того, как далеко они были от центра взрыва. То есть чем ближе к эпицентру взрыва, тем меньше блоков у вас останется. По умолчанию для TNT всегда будет стоять false, то есть все блоки будут выпадать, а вот для других взрывов и взрывов мобов стоит true, то есть только часть блоков будет выпадать. Это удобно, мне такие игровые правила нравятся. Не останавливаемся, идем дальше и поговорим про рассадник монстров. Как вы знаете, теперь он появляется во вкладке яйца призыва. Сразу же есть два изменения. Вместо приятного розового цвета, как это было раньше, теперь мы получили обычный белый цвет, который касается каждого названия в Майнкрафте. Не знаю почему и с чем это связано, но разработчики сказали, что это для того, чтобы была равна версия как и на бедрок, так и на джава версии Майнкрафта. Окей, с этим проблем нет. Ну а следующее, что мне очень сильно нравится, теперь когда вы будете ставить этот блок, он не будет призывать в себе сразу свинью. Как это было раньше, то есть ты раньше ставил и сразу появлялась здесь свинья, и нужно было в торопях менять при помощи другого яйца, чтобы здесь был какой-то другой моб, который тебе нужен, потому что в любом другом случае здесь будет тонны свиней. Теперь это убрали, наконец-то, и теперь вы ставите обычный рассадник монстров, и он пустой. То есть это клетка, в которую нужно ещё засунуть яйцо. Ну и самое крутое как по мне, это то, что теперь можно скопировать NBT теги. Зажимаем Ctrl, нажимаем колесиком мыши, и получаем рассадник с крипером, как видите, плюс NBT, то есть это NBT теги, и если его поставить вот здесь, то он скопируется с тем же самым крипером, и можно создавать таких множество различных мобов. Точнее не мобов, а рассадников с монстрами. Естественно, это ещё не конец, потому что нам добавили 4 новых яйца призыва для мобов, да и не совсем обычных. Первый это Железный голем, затем Снежный голем, Визор, и что самое главное Эндер Дракон. Да, это свершилось, наконец-то появились яйца призыва этих всех мобов, чему я очень сильно рад. Но как всегда есть одно небольшое НО. Яйца Железного и Снежного големов можно будет найти во вкладке с яйцами призыва, потому что это обычные стандартные мобы. Но вот яйца призыва Эндер Дракона, а также Визора можно будет получить при помощи специальных двух команд, которые видите на экране. Это связано с тем, что это мобы, которые несут в себе разрушения, и только поэтому их нужно будет получать при помощи команд, чтобы случайно не сделать биду. И если у вас возникает вопрос, можно ли засунуть Железного голема и Снежного голема в рассадных монстров, то да, конечно же можно, они будут призываться и сеять радость. Ну а что же касается Визора, то тоже да, можно засунуть, и они будут призываться. Ух ты ж, ё-моё, как их много! Вот-вот-вот, всё, пошло разрушение, пошло! Ужас какой! Не, не хочу такого я видеть в игре. Ну и естественно, с Драконами Края это тоже самое работает, только они появляются как-то с опозданием. О! Наконец-то, видите, появился и сразу разрушил свой спавнер. Так что да, но это является багом, потому что он в верхнем мире очень плохо появляется, но да, вы с лёгкостью сможете их засунуть в рассадных монстров. Это ещё не всё, ведь текстур яйца призыва белого медведя немножко поменяли, сделали её такого бежевого цвета, и как по мне, выглядит теперь намного лучше, потому что раньше они прям очень были похожи, я говорю про яйцо призыва белого медведя, а также яйцо призыва гаста, они были практически идентичными, отличались только вот этими вот прыщиками на яйцах, я не знаю что это такое. А теперь они поменялись, но всё равно хотелось бы что-нибудь другое, потому что вот они всё равно очень похожи друг на друга. Но опять-таки это вкусовщина. Не прошло и полгода, как разработчики добавили нашей резной книжной пауке возможное взаимодействие с воронками. То есть теперь, поставив воронку сверху или сбоку например, мы можем загружать в неё любого рода книги. Как видите, как только она наполнится шестью книгами, загрузочная воронка перестанет работать. И то же самое касается с обычной воронкой, которая высасывает предмет из этого блока. Как видите, у нас начинает красивая анимация моргания техник. Хорошо, заберём отсюда, и как видите, бум, они начинают забираться, и соответственно, не генерируются новые редстоун-сигналы. Прикольно, мне нравится такое, как видите, мы заберём, и бум-бум-бум, пошло дело. Загорелись редстоун-сигналы. Это удобно, это круто. Можно сделать сортировочные системы при помощи книг. А также теперь любой вид мозаичных блоков можно использовать в качестве топлива. Это может быть бамбуковая мозаика, это может быть плита из бамбуковой мозаики. И то же самое касается ступенек из бамбуковой мозаики. Всё можно в любых видах печек использовать, любыми предметами. Удобно? Спасибо, ничего не скажешь. Ну и понятное дело, какой же новый снэпшот, да без обновления творческого меню? В этот раз разработчики надеются, что это последняя итерация всех изменений в творческом меню. Но никто не исключает, что они будут меняться ещё в последующих снэпшотах. Но по правде говоря, в этот раз изменили не так много. Но до сих пор не добавили вкладку с зельеварением. Я очень зол. Начнём мы пожалуй с функциональных блоков. Сюда добавили только тонированное стекло, а также пчелиное гнездо. А также из вкладки природных блоков, сюда переместили рамку портала Вент, и все виды заражённых камней. Идём дальше. Вкладка механизма. Здесь больше всего изменений. Во-первых добавили сундук, добавили бочку, котёл, печь, а также компостницу. Но самое главное, и всё крутое находится прямо в конце. Потому что нам добавили командный блок, последовательный командный блок, повторяющийся командный блок, пазл, пустой блок, барьер, блок света, а также палочку отладки. И да, наконец-то они просто находятся в творческом меню, и не нужно будет вводить миллиард команд, чтобы получить каждый из этих блоков. Спасибо разработчики от всего сердца, и я возможно даже прощаю вам то, что вы не добавили сюда отдельную вкладку зелье варенья. Строительные блоки тоже получили изменения. Сюда добавили цепь, а также аметистовый блок. Ну и плюс ко всему добавили сюда, точнее не добавили, а скорее всего вернули обратно, редстоуновый блок, а также угольный блок. Во вкладке материалы всего лишь навсего добавили древние обломки. Вот таким выдался этот снапшот, надеюсь вам понравился, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!